В преддверии поездки на Генассамблея Организации Объединенных Наций Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу CBS. Пока в эфир вышли некоторые фрагменты беседы с российским лидером, президенту России задали много вопросов, в том числе о борьбе с общей террористической угрозой, исходящей от так называемого «Исламского государства». Что надо сделать для улучшения ситуации на Ближнем Востоке и как разрешить сирийский кризис? По мнению Владимира Путина, необходимо помогать Дамаску в его противостоянии боевикам и одновременно побуждать его к диалогу со здоровой частью оппозиции и проведению реформ. Другие действия, направленные на разрушение легитимного правительства, только ухудшат ситуацию. В качестве примера президент России привел Ливию и Ирак. Полностью интервью будет показано в Америке в воскресенье вечером. О некоторых детали, которые касаются поездки Владимира Путина на сессию Генассамблеи, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он подтвердил, в Нью-Йорке Путин встретится со своим американским коллегой. Ушаков также прокомментировал информацию, которая поступает из Вашингтона. Якобы российская сторона добивалась встречи с Обамой. Напомню нашу принципиальную позицию. Она сводится к тому, что мы не отказываемся от предлагаемых контактов. Мы вообще за поддержание постоянного диалога на высшем уровне. Тем более, есть что обсуждать. Много горячих тем, по которым поиск совместных решений, поиск компромиссов необходим. С учетом этого, американцы знали, что если Обама захочет провести рабочую встречу в Нью-Йорке и предложит провести ее, то мы вряд ли от нее откажемся. Короче, несколько дней назад, 19 сентября, именно от администрации США поступило предложение о рассмотрении двух конкретных возможностей проведения встречи президентов в Нью-Йорке.